Сегодня у нас тема очень актуальная для жизни христиан последнего времени — совершенство Божьего человека. И братья тоже предложили мне поделиться и предложили использовать доску, чтобы нам наглядно было более понятно. И тема сегодня моей проповеди, или можете назвать это моего урока, тема — путь достижения совершенства Божьего человека. И мы сегодня посмотрим, как Божьему человеку достигнуть совершенства из контекста того, что здесь написано. Я предлагаю нам прочитать текст, который мы уже с вами с ним знакомы, из 2-го послания Тимофея, 3-й главы. Я выборочно прочитаю сначала самой главы, и потом отмечу мысль, на которую мне хотелось бы обратить наше внимание. 1-й стих, 3-й главы. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут». Я думаю, дальше нам знакомо, да? Времена тяжкие, мы сегодня можем сказать, это наше с вами время. И апостол Павел пишет Тимофею, своему ученику, да? Он пишет ему послание и говорит, что знай, что наступят времена тяжкие, и времена тяжкие обусловлены тяжкими людьми. Не просто так времена тяжкие возникнут, нет. Люди будут тяжелые. И из-за этого времена будут тоже тяжелые. Потом мы читаем 10-й стих. «А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении». И идет дальше. И посмотрите, среди тяжких людей апостол Павел выбирает одного человека и говорит, «Будут времена тяжкие», а потом говорит, «А ты? А ты к таким не относишься. Ты не относишься к тяжелым людям. Это не твой удел. Это не твоя судьба. Это не твой путь, которым идут все остальные люди». Он говорит, «А ты?» Противопоставление идет на тебя, верующий человек. И дальше мы читаем 13-й стих. «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». Опять апостол Павел обращает внимание на обстановку, серую обстановку, серая масса вокруг. И снова он говорит, «А ты?» 14-й стих. «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен». И дальше апостол Павел говорит, что несмотря на всю внешнюю обстановку, которая нас сегодня, друзья, окружает, он говорит, что верующие люди не вписываются в серость этого мира. Верующий человек, он не принадлежит этому миру. Апостол Павел противопоставляет верующего человека неверующим людям. И он предупреждает и говорит, «А ты?» «А ты совершенно другой». И он говорит, мы читали 17-й стих уже не раз, да? «Да будет совершенно Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Мы сейчас еще раз прочитаем контекст этих слов. Друзья, вот посмотрите, можно схематично отобразить. Вы простите меня за мое художество, может быть, неаккуратное. Я постараюсь, чтобы наше время немножко сэкономить, побыстрее это отобразить. Он говорит, что «Знай, что в последние дни наступят времена тяжкие. И почему люди будут злые, да? Сами по себе, по натуре». И он говорит, ну вот среди вот этой вот серой массы людей есть некто, которому он пишет послание. Это сегодня мы с вами. И эти слова, которые мы читаем здесь на стене, написаны, «Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Посмотрите, какой контраст апостол Павел рисует перед нами. И он говорит, вот среди злых людей есть один человек. Как его зовут? Как его зовут? Это Божий человек. Посмотрите, вот среди всей вот этой толпы серой выделяется Божий человек. Мы его можем... Наверное, он все-таки будет немножко выше других, да? Он будет более для нас такой картиной наглядной. Среди всей этой толпы есть Божий человек. И этот Божий человек, он стремится к совершенству. Сегодня это наша тема. И апостол Павел говорит, да будет совершен Божий человек. Скажите, совершенство Божьего человека – это высоко или низко? Это очень высоко. Друзья, совершенство Божьего человека – это несоизмеримо высоко. Я пишу здесь слово «совершен». На данном этапе этот человек, Божий человек, мы можем допустить, что он несовершен. Почему? Апостол Павел призывает и говорит, да будет совершен. То есть в данный момент времени этот человек еще несовершен. И перед ним стоит высокая цель, которую Бог перед ним ставит. И он говорит, да будет совершен. То есть человек должен стремиться. Я думаю, сегодня, друзья, мы отсюда разойдемся, и каждый из нас, наверное, будет воодушевленный, да? И он захочет достичь совершенства. Он захочет прийти в полный возраст Иисуса Христа. Полный возраст Христов, священное Писание, называет совершенство Божьего человека. Друзья, но как туда дойти? Ведь это же высоко. А Божий человек, он практически по внешности, он ничем не отличается от остальной серой массы. Но перед ним Бог ставит высокую цель. Друзья, как достичь совершенства? Давайте мы заглянем в контекст и прочитаем предложение, которое буквально до этого написано, 15 и 16 стихи. «При том же ты из детства знаешь священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». Все Писание Бога духовновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Стоит запятая и дальше слова «Да будет совершен Божий человек». Смотрите, оказывается, несмотря на всю серость этого мира, Бог снабдил Божьего человека всем необходимым, чтобы достичь совершенства. Скажите, что это необходимое есть у Божьего человека? Друзья, что есть? Есть Священное Писание, да? И вот здесь 16 текст мы прочитали. Все Писание, оно Бога духовновенно и полезно. Оказывается, Бог все нам дал для того, чтобы достичь совершенства во Христе Иисусе. И вы посмотрите, чем отличается теперь Божий человек от всех остальных. Божий человек взял Писание, и при помощи Писания он прокладывает себе путь. В другом месте написано, «Ибо мы имеем верное пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему». У нас есть верное пророческое слово, и мы хорошо делаем, когда обращаемся к Нему и стремимся к совершенству. И вот теперь перед Божьим человеком надлежит совершить этот путь к совершенству. Это путь нелегкий, путь вверх, он всегда связан с напряжением, с трудностями. Вниз лететь гораздо легче, чем идти наверх. Друзья, первое, что нам предлагает совершить Писание, оно предлагает нам заложить фундамент, то есть нам необходимо заложить Священное Писание к тому строению, которое мы будем строить. У нас есть Священное Писание, и первую ступень, которую Господь предлагает нам преодолевать для того, чтобы достичь совершенства, она называется по тексту как? Друзья, по тексту какая первая ступень? Научение. Друзья, оказывается, путь к совершенству, который предлагает нам пройти Господь, начинается с научения. Это первая ступень, на которую христианина необходимо зайти. Научение. Вы знаете, что вот эту ступень, можно сказать, что все, кто мы здесь находимся, мы сегодня на эту ступень с вами забираемся. Сегодня нас очень прекрасно учат, да, как нам необходимо жить, что говорит Священное Писание о совершенстве, и нас учат. Друзья, и мы понимаем, что этому нас учат не просто братья говорят, не просто кто-то песнопение поет, да, не просто кто-то стихотворение говорит, этому нас учит Священное Писание, этому нас учит Господь, и Он предлагает нам, чтобы мы шли вверх, чтобы мы овладели научением. Вы знаете, друзья, я так заметил, что вообще в нашем братстве научению уделяется очень много внимания. Недавно у нас были курсы народных инструментов, проходят всевозможные библейские курсы, семинары детских работников, и, знаете, и молодежные лагеря, молодежные общения, вот сейчас тоже, да, молодежные общения, и все это служит к одной цели – научить Божьего человека. Вы знаете, а если человек Божий освоит научение и встанет сюда, как вы думаете, что с ним произойдет? А? Вот он освоил сюда, и все, и на этом закончилось. Что с ним произойдет? Я иногда имею обычай такой брать своих детей с собой на работу. И бывает, я им рассказываю, что и как я делаю. Вот у меня двое ребят есть постарше, и я их учу, я их научаю, как необходимо совершать качественно ту работу, которую я произвожу. И вот один из моих сыновей поехал со мной на работу, и он научился. Как вы думаете, каким он приехал домой? Как он относился к другим? Вы знаете, он так свысока смотрел, и вот представьте себе, теперь Божий человек забрался на ступеньку, ведь это же высокая ступенька, да? Ну то постичь богословие, сегодня братья говорили, вот богословие – это что-то высокое. И вот человек постиг некоторые азы богословия, он становится на ступень научения, и он теперь оборачивается назад и начинает смотреть на всех, откуда, куда. Сверху вниз. Друзья, так Слово Божие говорит, что само по себе знание надмивает. Оказывается, если мы остановимся на научении и вот ограничимся тем, что мы сегодня здесь находимся, но не пойдем дальше, друзья, кроме надмения в нашем сердце, это больше ничего не произведет. И очень скоро тот человек, который возгордился в Священном Писании, говорит, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И тот человек, который возгордился, остался на ступени научения, он будет вынужден с нее упасть. Друзья, и это падение, оно будет нелегким. Друзья, что значит научение? Научение – это значит преподавание или изложение истины или догмы. То есть истина – это то, во что человек должен верить. Это то, что излагается в наших проповедях, это то, что излагается на наших курсах, на наших учениях. Друзья, но нам нужно понимать, что научение – это не самоцель, а цель Божьего человека – все-таки стремление к совершенству. Друзья, назовите, пожалуйста, какая вторая ступень, которую должен преодолеть человек по тексту. Вот братья подсказывают, здесь поближе сидят. Это ступень обличения. Вы знаете, чем хорошо эта схема, чем хороша? Тем, что она показывает вообще соразмерность. Здесь очень удачно сравнивается соразмерность тех блоков, которые должен человек проходить. Обличение немножко меньше, вы видите, да, по расстоянию. А научение больше. У нас действительно научению больше внимания уделяется. Это более фундаментальные вещи. Но вот следующее – обличение. Друзья, легко нам проходить путем обличения? Легко нам туда вставать? Обличение. Вот само слово «обличение» буквально значит показать облик человека. То есть поднести ему зеркало к лицу и показать, вот это ты и есть. Друзья, вам приятно, когда вас обличают? Неприятно. Знаете, ко мне как-то один брат подошел и говорит, «Анатолий, ты знаешь, я бы хотел тебя обличить». Я так внутренне сразу запереживал. Человек хочет меня обличить. Я внутренне запереживал. Неприятно, друзья. И вот так, знаете, какая-то съеженность появляется. Человек хочет меня обличить. Вы знаете, мы иногда хотим достигнуть совершенства без того, чтобы нас обличали. Мы не хотим слушать в свой адрес ничего негативного. Мы хотим одно позитивное. Да, учите нас. Вы знаете, но само научение, оно нас до совершенства не доводит. Нет, необходимы остальные пути, остальные шаги пройти. И вот один из шагов как раз обличения. Это неприятный шаг, который нам необходимо преодолеть. Нам необходимо ступить на эту ступень. Тогда, когда нам укажут и скажут, что вот то, чему мы тебя научили, в твоей жизни это не практикуется. Друзья, вы сегодня слышали обличение в свой адрес? Я замечу, что, знаете, когда в нашей жизни происходят самые значительные перемены в лучшую сторону, я заметил, что вот в моей жизни лично это происходит так. Чем сильнее меня обличили и более конкретно, и, может быть, даже прилюдно мне сказали, тем сильнее я исправился. А если вот так вот где-то намеком, я помню, один брат в грех как бы впал, он стал ересь нести в церкви. Я подошел к служителю и говорю, брат, пожалуйста, вы можете поговорить вот с этим братом? Он распространяет вот это ложное учение среди церкви. Служитель говорит, хорошо, я с ним поговорю. И прошло некоторое время, я переживаю, молюсь, подхожу и говорю, расскажите, пожалуйста, как там происходят дела? Ну, потому что человек дальше продолжает распространять вот это ложное учение, ложные доктрины. И этот брат говорит, да ты знаешь, мы с ним пришли к нему домой, сели за стол, так хорошо чай попили. Ну и, в общем-то, я, говорит, так мельком сказал, что вообще-то, ну ты знаешь, сейчас опасность, есть ложных учений. И, друзья, понятно, почему не произошло, да, изменение? Почему не произошло совершенствование? Почему не произошло исправление? Потому что не была четко произнесена вот эта позиция, которую нам необходимо произнести. Вот вторая ступень обличения, буквально его можно перевести, обвинительный упрек. Вы знаете, обвинительный упрек, пребывающему в грехе. Необходимо человеку убедить, что в том состоянии, в котором он находится, это плачевное состояние. Вы знаете, ну нужно сказать, что само обличение, это же тоже не сама цель. Вы знаете, мы иногда так, ну желаем человеку совершенства, чтобы он достиг, и мы к нему, бывает, подойдем, и хорошенько его обличим, и думаем, ну все, все, теперь этот человек должен исправиться. Нет, Господь с нами продолжает дальше работать, и когда Он нам произнес обличение через Священное Писание, это бывает разными путями, друзья. Тогда, когда мы просто Библию читаем наедине, тогда, когда мы с кем-то общаемся, и в наш адрес какая-то, может быть, нарекание есть, друзья. Может быть, тогда обличение, когда где-то нас прилюдно обличат. Друзья, но это тоже не самоцель. Сама цель перед нами, которая стоит, это совершенство Божьего человека. Друзья, следующая ступень, к которой мы подходим, это тоже очень такая серьезная ступень. Она называется исправление. Исправление. Вы знаете, я должен вам признаться, что мне иногда хочется вот с первой ступеньки перепрыгнуть сразу на четвертую. И вот эти два шага, их пропустить. Но Господь с нами так не поступает. Нам иногда хочется, вот по-человечески, чтобы не возникало никаких трений или какого-то напряжения, чтобы не возникало. Нам хочется перейти эти ступени. И нам хочется достичь совершенства во Христе Иисусе, стать совершенными, но без того, чтобы нас обличали и без того, чтобы нас исправляли. Вы знаете, что значит слово «исправить»? Исправить – это значит вновь выпрямить. Вы знаете, что исправление очень часто, оно связано с напряжением, с треском. Вот тогда, когда дерево формирует, и оно вот уже имеет кривизну своего ствола. У нас в Белгороде иногда практикуют так, ставят три колышка и ремни натягивают. Вот для того, чтобы выпрямить это дерево, чтобы оно было прямым. И знаете, вот тогда, когда начинают тянуть за этот ремень, чтобы колышку привязать, там такое напряжение бывает. Вы знаете, если вот так отпустить, как лук сработает. Вы знаете, вот так исправление, оно тоже в нашей жизни происходит. Исправление, оно всегда связано с определенным напряжением. Вы знаете, но это напряжение, оно нужно для того, чтобы нам, ну, исправиться, для того, чтобы нам действительно, ну, дойти до этой цели. Я помню, как-то один брат рассказывал, у него в огороде росло очень большое дерево. Дерево это было не нужно ему, по-моему, это был дуб. И он говорит, я решил его спилить. Вот спилил этот дуб, ну, и вроде бы, как будто бы убрал. Стал садить на этом месте какие-то другие саженцы. Говорит, смотрю, не растут. Надо исправить. Надо убрать все следы от дуба. Надо вырвать этот корень из земли. А вот пенек остался. И он говорит, я пошел к соседу, взял у него лошадь, говорит, привязал к этому пеньку и стал погонять лошадь, чтобы лошадь вытянула вот этот корень от дуба. Священное Писание нас предупреждает и говорит, смотрите, чтобы какой злой корень, возникнув, не причинил вам вреда. Вот есть этот злой корень, который возникает в нашем сердце, и он может там крепко-крепко держаться. И он говорит, я пытался, гнал эту лошадь, но она не справляется. Я взял вторую, третью лошадь, но они не справляются. И он говорит, подогнал туда автомобиль, внедорожник, и он не справляется. И он говорит, и только тогда, когда я подогнал туда камаз, говорит, там столько скрипу было, там столько шуму было, прежде чем этот корень оттуда был извлечен. Вы знаете, вот так же в нашем сердце происходит. Мы стремимся к совершенству. Мы хотим достигнуть совершенства. А Господь говорит, вот то, что в тебе есть, неугодное, греховное, вот то, что тебе мешает туда взбираться вверх, от этого, от всего нужно освободиться. Это бывают вредные привычки, которые мы с вами имеем, и годами их лелеем, и снисходим к ним, а они все глубже и глубже пускают свои корни. И когда мы вдруг начинаем понимать, что мне нужно от этого освободиться, тогда возникает огромное напряжение. Оказывается, вся внутренность рвется. А мы бы хотели перескочить эти ступени? Мы бы хотели, может быть, видимо, как-то совершенства достигнуть. Вы знаете, сегодня много, видимо, совершенных христиан, которые приходят в собрании, и они одни. Но если их встретить, может быть, в городе, среди недели, это будут другие. Почему? Потому что там есть вот эти корни, которые не были оттуда извлечены. Друзья, исправление, это значит вновь выпрямить то, что было искривлено. Это значит восстановить правильный порядок вещей, поднять упавших, исправить заблудившихся. Священное Писание по этому поводу дает нам один совет. Тогда, когда в нашей жизни происходит исправление, вы знаете, Господь разными путями достигает исправления в нас. Бывает, Господь кому-то просто слово свое скажет, и человек готов каяться, готов исповедаться, готов отказываться, отрекаться, оставлять готов. Но бывает такое, что мы начинаем держаться, Господь посылает, начинает с другой стороны к нам заходить, и посылает к нам людей, которые нам помогают исправиться. Господь бывает использует определенные обстоятельства тесные, чтобы исправить нас, чтобы помочь нам от этого избавиться. Иногда Господь к нам служителей посылает, чтобы они могли вникнуть в ситуацию. И вот написано, что всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Послание к евреям 12.11. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Посмотрите, оказывается, исправление, оно включает в себя и какие-то наказательные меры. Это и открытое обличение, и это ограничение где-то. Может быть, кого-то ограничивают где-то, останавливают в служении. Может быть, кому-то говорят остановись, воздержись от тех, от других поездок. Друзья, все это служит к нашему совершенствованию. Если мы усвоим этот урок, друзья, то следующий этап в нашей жизни он тоже будет нами пройден. И вот последняя ступенька, когда человек уже пошел путем исправления, он захотел идти этим путем, он смирился, он убрал всю вот эту натяжку, он убрал все напряжение из своего сердца, и вот теперь с этим человеком наконец-то можно работать. Друзья, написано, что все Писание Бога духовновенно и полезно для научения, обличения, исправления и наставления в праведности. Друзья, и вот последняя ступень, которую теперь человеку нужно преодолеть, это наставление в праведности. Это наставление в праведности. Мы недавно ехали с братом в машине, и к нам подошел один мальчишка такой, ну, грязный весь, и он говорит, дядя, дайте мне денег, пожалуйста, там, найду, ему еще на что-то надо было. Ну, и пока я ходил в магазин, брат, который со мной ехал, немножко с ним поделился, чем имел, дал ему. И потом мы садимся в машину, я говорю, все, Петр, нам необходимо дальше продолжать путь. И Петр говорит, дай ему несколько слов наставления этому юнцу. А я тогда подумал, думая, ну, как ему дать несколько слов наставления. Знаете, мы иногда хотим слышать наставления, но до наставления еще нужно пройти. До наставления еще нужно научиться, как должно быть. До наставления еще нужно обличить человека, нужно помочь ему исправить это все. Вообще, слово наставления, оно буквально можно перевести, ну, как формирование верных взглядов. Скажите, когда легче формировать? Тогда, когда уже все запущено или когда у нас есть только исходные материалы? Вы знаете, что вот эти ступени, которые до этого были сделаны, они были сделаны для того, чтобы человеку помочь рассортировать все по местам. И теперь из того, что уже есть тот путь, который пройден, теперь можно человека начать формировать. Я в одну семью приехал, у этой сестры была теплица, и она так формировала свои огурцы, ну, так хорошо, что у нее было где-то, наверное, 10 стволов у огурца. И она так формировала и говорит, Анатолий, я не пойму, почему у меня до сих пор нет огурцов? Этим огурцам уже три месяца. Я дождусь с них плодов или нет? Она как к специалисту ко мне обратилась, я говорю, не дождетесь. А почему? Я говорю, потому что вам нужно, во-первых, вас нужно научить, как нужно это дело вести. Я стал ей рассказывать. Я ей рассказываю, говорю, вам нужно вот эти ветки обрезать. А как ветки обрезать? А откуда огурцы возьмутся? Я говорю, нужно обрезать, да, я ее научил. Говорю, нужно вот так поливать, вот так, вот так, и дальше, дальше, дальше. А потом я говорю, а вы посмотрите, вот то, что я вас чему научил, оно соответствует тому, что у вас есть. Она говорит, ну да, вообще-то нет. Вообще-то у меня не так, как ты рассказываешь. Я говорю, если хотите плодов, сделайте так. И я обличил ее. Я показал ей, что то, что у нее есть, не соответствует тому, чему я учил ее. А потом я говорю, принесите мне секатор. И началась самая больная процедура для нее. Я взял секатор, и она говорит, ты можешь мне показать на нескольких кустах, как это сделать? Я говорю, да запросто. Взял все, вырезал. Вырезал вот все, что она говорит, так это ж голые совсем получились. Я говорю, да, зато вы плоды получите через неделю. Вы знаете, вот тогда, когда мы освободили, все убрали ненужное, я говорю, а вот теперь начинайте формировать, и да благословит вас Господь. Вы знаете, вот пока мы не дошли до этого, мы хотим уже иметь какое-то формирование, мы хотим иметь верные взгляды, мы хотим, как христиане, установиться, мы хотим уже какое-то служение в церкви совершать, так, чтобы пользу приносить. Друзья, но нам нужно до этого дойти. Прежде чем получить наставление в вере, нам нужно от всего ненужного избавиться. И Господь предлагает нам идти этим путем. И вот тогда наставление, тогда, когда все остальное удалено, вы посмотрите, как оно близко к совершенству. И теперь человек абсолютно готов, он шел все это время со священным писанием, он руководствовался вернейшим пророческим словом, и он достиг до того состояния, вообще слово совершен буквально значит, снаряженный всем необходимым. Он отвечает требованиям, которые к нему предъявляются. Вот теперь с этим человеком Бог готов работать. Вот теперь этого человека Бог готов использовать для славы имени своего. Тогда, когда этот человек прошел этим нелегким путем, прошел этим сложным путем, и вот теперь-то вдруг обнаруживается, что он достигает совершенства и что он готов ко всякому доброму делу. Друзья, где сегодня находимся мы с вами? На какой ступени сегодня нахожусь я? Как далеко мы заходим, идя по этому пути? Может быть, мы уже проторили себе дорожку на библейские курсы, на курсы народных инструментов, на скрипичные курсы, но дальше мы не идем. Господь призывает нас и говорит, иди дальше, иди, достигай выше, стремись к горнему, к небесному, стремись в полный возраст Иисуса Христа. И нам не нужно сегодня оставаться здесь. Я последнюю мысль скажу. Вот эти две ступени, они влияют на учение и обличение, они влияют на наше мышление. Они помогают нам начать правильно мыслить на учение и обличение. А как вы думаете, исправление и наставление, они на что влияют? Они влияют на практическое благочесть, они влияют на практическую жизнь. Друзья, если мы не пройдем этим путем практическая жизнь, если мы не пройдем этим путем, друзья, то мы будем снова спотыкаться, снова падать, снова вставать и снова корить себя, что я еще далек от этого образа, который предлагает мне Господь. Друзья, для того, чтобы моя жизнь практически изменилась, мне нужно идти этим путем. Благословит нас Господь встать на этот путь и пройти им и достигнуть небесного царства, чтобы там в совершенстве пройдем.